Итак, уважаемые коллеги, мы с вами начинаем наш семинар по управлению проектами. Меня зовут Вадим Хрычев. Я в настоящий момент являюсь руководителем проекта в госкорпорации Растех. До этого я был руководителем проекта в Международном банковском институте. До этого я был руководителем проекта в таких отраслях, как Телеком и IT, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Итак, уважаемые коллеги, учебный центр «Специалист» – это крупнейший учебно-компьютерный центр в России. У нас на сегодняшний день уже более миллиона выпускников. Мы уже более 28 лет на рынке образовательных услуг. У нас более 35 тысяч корпоративных клиентов, более 80 учебных классов. Более 250 преподавателей и более 1000 курсов, построенных в лучших барменских традициях. Ну и что касается семинара по управлению проектами, то в нашем центре есть отдельный курс, который называется «Управление проектами на основе стандарта ПМБОК». И наш с вами семинар, он как раз направлен на этот курс, и мы с вами рассмотрим одну из областей, а именно когда мы с вами будем развивать наши проекты, естественно, наши проекты мы будем с вами развивать в реальной среде. И, безусловно, у нас уже будет некая структура нашей организации, которая, безусловно, будет накладывать ограничения. Вот, соответственно, мы с вами рассмотрим основные организационные структуры, которые нам с вами предлагает металлогия, ну и разберем, каким же образом мы в этих структурах будем с вами работать. Что касается ресурсов, которые я вам рекомендую. Ну, во-первых, конечно, безусловно, это ресурс PMI.org, это непосредственно американский институт PMI. Чем он может быть вам полезен? Если вы непосредственно зарегистрируетесь на этом ресурсе, и если вы оплатите членские взносы, то вы получите доступ не только к стандарту поправления проектами, но также ко всем стандартам и руководствам, которые есть на сегодняшний день. Причем получите доступ именно к последним версиям, включая те переводы, которые есть также на данный момент. Также я вам рекомендую такой ресурс, как PMI.ru. Это непосредственно российский филиал института PMI. Что, чем может быть полезен непосредственно этот ресурс? Здесь вы можете найти приглашение на ближайшие мероприятия, которые будут проводиться непосредственно России, и вы сможете принять в них участие. Ну и прежде чем мы с вами начнем рассматривать основные вопросы нашего семинара, первое, на чем мы остановимся, мы с вами остановимся на триминологии для того, чтобы мы с вами одинаково понимали, что же мы с вами будем понимать под проектом, что же мы с вами будем понимать под проектной деятельностью, и, соответственно, что мы с вами будем пытаться реализовывать. Ну, что касается проекта, что касается проекта, проект – это всегда временное предприятие, а именно у проекта всегда есть совершенно точное время начала и совершенно точное время окончания всегда. Также в результате проекта мы создаем некие уникальные продукты, услуги или результаты. Ну и как следствие, это у нас будет некая движущая сила изменений, ну и как следствие мы будем создавать некие бизнес, некие бизнес-ценности. Для сравнения, какие у нас с вами могут быть еще деятельности, кроме проектной, у нас с вами может быть непосредственно операционная деятельность. Ну и чем она у нас с вами будет отличаться? Когда мы с вами будем говорить про операционную деятельность, в операционной деятельности мы, во-первых, в операционной деятельности нет совершенно точного время окончания, ну и в процессе операционной деятельности мы с вами будем получать некие более-менее постоянные результаты. Ну, к примеру, допустим, мы на сегодняшний день, допустим, производим, к примеру, ручки. Допустим, пришел к нам с вами заказчик, и непосредственно производство ручек. Когда мы производим эти ручки, у нас с вами нет совершенно точного времени окончания производства. Пока эти ручки будут востребованы на рынке, мы с вами эти ручки будем постоянно производить. И, соответственно, у нас с вами нет времени окончания, у нас мы с вами получаем некие относительно постоянные результаты, и в такой операционной деятельности мы у нас с вами, невзирая на то, что, конечно, у нас будет некая ротация, но при этом в операционной деятельности у нас с вами более-менее постоянный штат. А вот теперь представим такую ситуацию, к примеру, непосредственно приходит заказчик наш, как пример, да, и говорит коллеге, а вот теперь, допустим, с какого-то числа, естественно, всегда будет стоять дата, когда мы непосредственно должны будем это запустить в операционную деятельность, допустим, с какого-то числа мы непосредственно будем, кроме ручек, также производить еще фломастеры. Вот непосредственно у нас с вами и линия по производству фломастеров, и разрешительная документация, и конструкторная документация, и рабочая документация. Вот все, что нам с вами необходимо для того, чтобы запустить новый продукт производства, как пример, вот это будет у нас с вами проект. И чем у нас еще отличается проект от операционной деятельности, если в операционной деятельности у нас с вами есть более-менее постоянный штат, то в проектной деятельности у нас с вами штат будет собираться, набираться только для реализации одного проекта, и по истечению этого проекта штат у нас с вами будет распускаться. Пойдем с вами небольшими шагами. И первое, вот пока на данный момент, все ли вам понятно, уважаемые коллеги, есть ли какие-либо вопросы, чем проектная деятельность отличается от операционной. Ну а тогда в качестве примера, допустим, могут быть у нас с вами некие взаимосвязанные проекты, и сможем ли мы этими проектами управлять совместным образом таким образом, чтобы получить некие дополнительные выгоды, которые были бы нам недоступны, если мы с вами этими проектами управляли бы по-развозненно. Ну, допустим, к примеру, допустим, мы с вами строим дом. Вот непосредственно строительство дома может быть отдельным проектом? Конечно, может быть, безусловно, да? Ну и допустим, каждому дому мы с вами будем подводить инфраструктуру. Может быть подводка инфраструктурой также отдельным проектом? Конечно, может, безусловно, может. А если мы будем, а если мы теперь будем подводить инфраструктуру, как пример, не к одному дому, а к всему кампусу одновременно, естественно, мы с вами при этом получим некие дополнительные выгоды, которые были бы нам недоступны, если мы производили эти проекты развозненно. Соответственно, если мы, как пример, эту инфраструктуру будем подводить сразу по всему кампусу зданий, мы с вами это сделаем быстрее, мы с вами это сделаем, скорее всего, дешевле и с меньшими ресурсами. И с меньшими ресурсами. Вот когда мы с вами начинаем управлять некими взаимосвязанными проектами таким образом, что в результате мы можем получить дополнительные выгоды, которые были бы нам недоступны, если мы с вами этими проектами управляли бы развозненно, вот непосредственно это мы с вами будем называть программой. Кроме того, необходимо сказать, что по управлению программой в нашем центре есть отдельный курс, который направлен именно на управление программой. Более того, есть отдельный стандарт, который направлен именно на управление программами. Ну и также есть отдельная сертификация, которая направлена именно на управление программами. Ну а теперь другой пример. Допустим, когда мы с вами развиваем наш проект, если команда проекта, возможно, будет еще не догадываться о точном аспекте стратегии, на который направлен наш проект, то руководитель проекта себе этого позволить не может. И он должен совершенно точно понимать, на какой аспект стратегии будет нацеливаться его проект. Если он не будет понимать этот аспект стратегии, то в полной мере он свой проект выполнить не сможет. Это будет невозможно. Ну и, соответственно, все, что будет направлено на достижение вот этого определенного аспекта стратегии компании, это будут у нас с вами такие компоненты, как и программы, и проекты, и операционная деятельность. Вот это все мы с вами будем называть портфелем. Что касается портфеля, также должен заметить, что у нас в центре есть отдельный курс, который направлен именно на управление портфелями. Есть отдельный стандарт, который направлен именно на управление портфелями. Ну и также есть отдельная сертификация, которая направлена именно на управление портфелями. Ну и вот теперь, понимая, что же мы теперь с вами будем называть проектом, мы давайте рассмотрим, в каких организационных структурах у нас смогут с вами эти проекты развиваться. Ну, допустим, к примеру, генеральный директор набрал себе некий штат и непосредственно выполняет свою некую, к примеру, коммерческую деятельность, но мы с вами понимаем, если в результате проекта мы получаем некие уникальные продукты, услуги, результаты, то такой проектной деятельностью, осознавая то, что мы занимаемся с вами, оказывается такой сложной деятельностью, либо не осознавая, но проектной деятельностью мы с вами занимаемся постоянно, постоянно, и любая организация не сможет существовать, не осуществляя некую такую проектную деятельность. Ну и вот в такой простейшей структуре, когда непосредственно генеральный директор набрал себе персонал, начал деятельность, кто у нас с вами будет непосредственно руководителем проекта? Безусловно, конечно, в такой организации у нас с вами руководителем проекта будет сам генеральный директор. Это у нас с вами будут непосредственно функциональные организационные структуры. Они могут иметь более сложный вид. У нас могут уже появиться отделы, могут появиться департаменты, но при этом у нас с вами генеральный директор в таких организационных структурах будет руководителем проекта. С ростом масштабов и сложностей этих проектов в один прекрасный момент генеральный директор поймет, что далее он уже не успевает осуществлять свою непосредственную деятельность именно как генерального директора. И это уже действительно реально может поставить на грань катастрофы существования предприятия. И здесь первый шаг, к которому он может прибегнуть, он у него с одним из коллег внутри коллектива уже могут быть какие-то давнишние налаженные хорошо связи. Они, допустим, могли до этого вместе там учиться, служить, что-то еще. И, к примеру, допустим, у него есть коллега, которому он хорошо доверяет. И, допустим, у нас это будет некий Иван Иванович, который в данный момент, к примеру, руководит неким отделом. И он говорит, Иван Иванович, ты знаешь, вот я уже со своими проектами, к сожалению, я с ними уже не справляюсь, зашиваюсь. Ты, пожалуйста, помоги мне пока именно как координатор. Именно как координатор. У тебя пока не будет никаких полномочий. Ты, соответственно, помогай мне, помогай мне собирать, помогай мне собирать совещания, помогай мне собирать информацию, помогай мне именно как координатор. И вот этот вот Иван Иванович, невзирая на то, что с него непосредственно никто не снимал обязанностей по управлению, по организации работы его отделом, кроме всего прочего, по просьбе генерального директора, он также возьмет на себя отдельную роль именно как координатора этих проектов. Это будет непосредственно у нас с вами слабоматричной структуры. Но в один прекрасный момент генеральный директор поймет, что, опять же, срочно масштаба и сложности проекта ему отдельной роли именно как координатора становится мало. И он поймет, что в его организации ему нужна отдельная роль, которая будет заниматься только руководством проектами и более ничем. И когда у нас с вами появляется такая роль, которая руководит проектами, это у нас с вами непосредственно матрица сбалансированная. Опять же, с ростом масштабов и сложности проекта в один прекрасный момент генеральный директор поймет, что ему также уже, кроме этой роли, ему необходима в том числе и методология, каким образом он будет развивать проектное управление внутри своего предприятия. И появляется отдельная организационная структура, а именно офис управления проектами. Это у нас с вами будет непосредственно сильная матрица. Что касается офиса управления проектами, он также с роста масштабов и сложностей проекта, он будет менять свои роли изначально с поддерживающей роли, в которой он будет предоставлять процедуры, методологию, шаблоны для управления проектами. Далее в контролирующей роли он уже сможет и осуществлять обучение и поддержку в области управления проектами, ну и в руководящей роли он также сможет уже и распределять руководители проекта по проектам, также будет в некоторых случаях и помогать с выделением ресурсов, ну и также в некоторых случаях уже сможет и прекращать некие из этих проектов. Также важнейшей задачей офиса управления проектами будет аккумуляция информации по управлению проектами, в том числе и извлеченных уроков, ну и, как правило, офис управления проектами также будет заниматься и некой информационной системой по управлению проектами. И отдельно выделяется проектная организационная структура, где ресурсы уже выделяются под определенный проект, и под этот проект непосредственно выделяется отдельная роль руководителя проекта, под этот проект выделяются отдельные ресурсы, ну и под этот проект непосредственно собирается команда проекта, собирается персонал нашего с вами проекта. В чем проектная структура хороша, в чем есть и ее трудности? Ну хороша она, безусловно, тем, что ресурсы выделяются под конкретный проект, под конкретный проект, и в данном случае у нас с вами возникает меньше трудностей именно с добычей, именно буквально с выгрызанием этих ресурсов. Почему? Потому что ресурсы всегда ограничены. Ресурсы, как и место под солнцем, оно ограничено всегда, и эти ресурсы будут делиться между непосредственно существующими проектами. В данном случае ресурсы выделяются под конкретный проект, и команда собирается именно так же под конкретный проект. Какие есть трудности у такой организационной структуры? Мы с вами помним одно из отличий проектной организационной структуры от операционной, что в проектной структуре у нас с вами команда проекта создается только для одного проекта. И когда проект у нас с вами будет завершен, команда проекта будет распущена. Ну и вот в такой проектной структуре, вот в прямом смысле слова, команда будет распущена на улицу и пойдет искать себе непосредственно новый проект, в котором они будут принимать участие. Допустим, если мы с вами возьмем забалансированную матрицу, сбалансированная матрица у нас с вами после окончания проекта у нас с вами многие члены команды нашего проекта, они вернутся непосредственно на свои рабочие места. Почему? Потому что в такой матричной структуре большая часть команды проекта будет набираться из существующих отделов и из существующих департаментов непосредственно для реализации этого проекта. И после того, как проект у нас с вами будет реализован, команда проекта непосредственно будет отправлена на свои рабочие места и займется своей непосредственной деятельностью. Безусловно, конечно, для команды это меньше стресс, безусловно, для команды это будет намного лучше. Однако, какие у нас могут быть минусы в такой матричной структуре? Минусы могут быть следующие. Допустим, в такой сбалансированной матрице мы с вами говорим о том, что мы будем набирать команду для нашего проекта. Ну и, допустим, руководитель проекта идет к некому функциональному руководителю, к примеру, там, как пример, в некий, допустим, департамент по закупкам, допустим, внутри нашего проекта нам необходимым будет и рассылать тендерную документацию, и, допустим, определяться с критериями отбора поставщиков. И нам с вами нужен отдельный, отдельный член команды, который будет заниматься этой деятельностью. Ну и, допустим, руководитель проекта идет к этому начальнику департамента по закупкам и говорит, к примеру, уважаемый наш начальник департамента по закупкам, допустим, Пал Палыч, вы знаете, вот уже непосредственно официально стартовал наш проект. Вот у меня даже есть некие уже официальные документы и за подписью генерального директора, в том числе, о том, что наш проект стартовал, и для нашей команды крайне важен представитель из вашего департамента, кто будет заниматься закупками. И мы бы просили у вас, допустим, на время выполнения нашего проекта, к примеру, некого коллегу Сергея Сергеевича, предоставить на время исполнения нашего с вами проекта. Как вы считаете, уважаемые коллеги, сможет ли руководитель проекта легко получить Сергея Сергеевича для выполнения этих функций, как вы думаете? Алексей совершенно с вами согласен. Проблем будет очень и очень много, очень и очень много. Ну, безусловно, первое, что сделает руководитель проекта, особенно понимая, что его проект уже официально запущен, есть официальные документы, понимая, насколько важен его проект с точки зрения аспекта стратегии компании, безусловно, он придет к этому функциональному руководителю, покажет, насколько это важно для стратегии компании. Конечно, функциональный руководитель, также оперируя в первую очередь, фокусируя внимание на стратегии компании, конечно, он будет помогать руководителям проекта. Однако, мы с вами должны понимать, ну, во-первых, у этого функционального руководителя, допустим, если у нас с вами это некий департамент, начальник департамента по закупкам, это у нас с вами некий топ-менеджер нашего с вами предприятия. И у него также могут быть свои проекты. И мы с вами уже понимаем, что ресурсы, конечно, всегда, всегда. И где мы можем взять ресурсы для нашего проекта? Это непосредственно выгрызать ресурсы, как пример, из соседних проектов. Больше нам ресурсы взять внутри нашего предприятия негде. И в данном случае, возможно, не всегда, не всегда этот начальник департамента по закупкам будет помогать руководителю проекта. Кроме того, мы должны понимать, что для него это вышестоящий руководитель, для него это некий топ-менеджер. И говорить с ним буквально на одном языке, с ней ему будет крайне и крайне тяжело. И в такой структуре ему будет крайне важна такая роль, как спонсор. Вот спонсор у нас будет обязательнее, во-первых, некий топ-менеджер. Почему? Потому что он должен уметь вести диалог с любым представителем нашей с вами организации, включая генерального директора. И, кроме того, он должен быть кровно заинтересован именно в этом проекте. Не в принципе в проектной деятельности, а именно в этом проекте. Вот тогда руководитель проекта непосредственно обратился к спонсору с просьбой. Уважаемый наш спонсор, вот для того, чтобы мы могли реализовать данный проект, нам крайне важна следующая роль внутри нашей команды. И, соответственно, нам крайне важен соответствующий работник для того, чтобы выполнить наш проект, для того, чтобы он занимался непосредственно закупочными процедурами. И тогда уже спонсор на своем уровне топ-менеджмента будет решать вопросы с этим топ-менеджером, с топ-менеджером нашей организации о том, что будет выделяться данный сотрудник на время реализации данного проекта. И, к сожалению, иногда это будет реальная битва. Реальная битва очень непростая, а именно, каким образом будут выделяться ресурсы для выполнения нашего с вами проекта. И в такой матричной структуре очень часто потеря спонсора будет означать буквально крах нашего с вами проекта, потому что другие проекты также будут заинтересованы в ресурсах, и его буквально на эти ресурсы растащат. И в такой матричной структуре потеря спонсора, как правило, заканчивается закрытием проектов. Вот такие основные организационные структуры нам с вами предлагает методология. Методология, которую мы с вами будем рассматривать в ходе данного курса, это непосредственно свод знаний по управлению проектами, а именно руководство PMBOK. И сам PMI, он позиционирует это руководство именно как лучшую практику. Именно как лучшую практику. На сегодняшний день эта практика, она создана для всех стран мира. На сегодня этих стран уже почти что 200. В каждой стране есть своя юрисдикция. И, безусловно, в первую очередь необходимо оптимизировать эту методологию под требованиям юрисдикции страны, в которой мы с вами будем развивать наш проект. Это раз. Второе. Естественно, все отрасли разные, все проекты разные. Непосредственно ее необходимо будет оптимизировать оптимизировать, в том числе и под требования отрасли, и под требования бизнеса. Ну и опять же, не понимая, в какой организационной структуре мы с вами будем работать, успешно осуществлять наши проекты и развивать наши проекты, нам будет крайне и крайне тяжело. Какие есть вопросы, уважаемые мои коллеги? Если хотите, можете задавать голосом, если хотите, можете задавать в чате. Если нету изначально этого спонсора проекта, как можно его функцию на кого-то разложить? Ваш вопрос крайне правилен, уважаемый наш коллега, крайне правилен. Ну, что касается возложить? Если вам тяжело, выключите микрофон, спасибо большое. Что касается возложить? Возложить-то можно, а вот сможет ли он исполнять? Вот это уже вопрос более сложный. Возложить проще всего. А чем это закончится? А мы же с вами должны понимать, кто такой будет спонсор. Спонсор, он должен уметь вести диалог с любым представителем нашей с вами организации, с любым, в том числе с генеральным директором. Значит, это должен быть топ-менеджер, и никто иной. Без таких полномочий он этот диалог вести не может. Это раз. Второе. Теперь нам нужно его заинтересовать. А, собственно говоря, каким образом может появиться спонсор? Ну, допустим, когда мы с вами говорим о том, что будет инициирован некий проект, соответственно, у нас появляется некая идея, появляется некая инициатива. А то куда могут появиться? Ну, конечно, такой более простой вариант, если генератором этой идеи, этой инициативы был непосредственно этот топ-менеджер. Тут, конечно, у нас в этом отношении будет проще, потому что он будет в первую очередь заинтересован в развитии этой инициативы. А, допустим, может у нас быть другой пример. Допустим, к примеру, собралась некая инициативная группа для того, чтобы развить свою инициативу. Тогда что им нужно сделать? Ну, во-первых, они должны понимать, что спонсор может быть только топ-менеджер. Ну, и теперь ему, им эту идею, эту инициативу нужно будет продать. А именно, им нужно будет его замотивировать таким образом, а именно найти такие объединяющие точки, найти такие цели для данной инициативы, которые будут интересны вот именно этому конкретному топ-менеджеру и никак по-другому. И пока они такого топ-менеджера не найдут, и пока они его не замотивируют, пока он не станет кровно заинтересован в реализации именно этой идеи, а не этой инициативы. Поэтому непосредственно там издание приказа о том, что у нас спонсором будет некое лицо, некая роль, невзирая на это, работать, безусловно, не будет. Поскольку пока он не будет кровно заинтересован именно в этом проекте, то помогать нам, в том числе и с выделением ресурсов, а выделение ресурсов, мы с вами уже обратили внимание, крайне сложная задача, реально крайне сложная задача. Иногда это действительно будет перетекать даже в некие боевые действия. И для того, чтобы он нам помогал в таких сложных вопросах, он действительно должен быть кровно в этом заинтересован. Поэтому назначить можно, но, скорее всего, такое административное назначение работать не будет. Поскольку пока вот такого не будет кровной заинтересованности, то и реальной помощи с выделением ресурсов мы с вами также не получим. Насколько я полно ответил на ваш вопрос, уважаемый мой коллега? Ну, если я правильно понял, это, по сути, управление отношениями. Это вовлечение заинтересованных сторон. Как сможем с вами сказать? С точки зрения нашей с вами триминологии, это будет вовлечение заинтересованных сторон. Потому что кто такие заинтересованные стороны? Для нас с вами заинтересованные стороны это лица, группа лиц, либо организации, которые могут повлиять на цели нашего с вами проекта, либо цели нашего проекта могут повлиять на эти заинтересованные стороны. У нас с вами будет в реале очень и очень много. И спонсор для нас с вами это важнейшая, а может быть в некоторых случаях даже ключевая заинтересованная сторона как и для инициации старта и развития и успешного завершения нашего с вами проекта. Согласны? Да, безусловно. Какие есть еще вопросы, уважаемые коллеги? Наш коллега спрашивает, чем слабая матрица отличается от функциональной организации. Уважаемые наши коллеги, давайте мы с вами вспомним. Вот, допустим, у нас с вами генеральный директор набрал себе некий персонал и начал коммерческую деятельность в нашей организации. Вот, уважаемые наши коллеги Аркадий, как вы думаете, кто в такой организационной структуре у нас будет руководителем проектов? Совершенно с вами согласен. А вот теперь с ростом масштабов и сложностей проектов в один прекрасный момент генеральный директор поймет, что если он и дальше будет заниматься руководством этими проектами, то свою основную роль как генерального директора он уже выполнять в полной мере не будет. И вот это уже реально может поставить на грань катастрофы существования предприятия. И здесь первое, с чего он начнет, первое, он непосредственно постарается найти себе некого помощника в своей организации. Ну, кто это будет? Естественно, это будет некий его коллега, которому он уже доверяет. А значит, между ними уже сложились некие там давнишние отношения, давнишние отношения. Ну, и к примеру, к примеру, вот у нас мы в качестве примера рассмотрели следующий. Допустим, есть некий начальник отдела Иван Иванович, и он говорит, Иваныч, дорогой, ты знаешь, я вот со своими проектами уже зашиваюсь. Я тебя прошу, ты пока помоги мне как координатор. То есть у тебя пока не будет никаких полномочий. А раз не будет полномочий, то не будет ответственности. У нас такой пока отдельной роли руководителя проекта нет. Ты пока мне помоги с координацией, помоги собирать данные, помоги собирать совещания. Да, помоги именно пока как координатор, не как руководитель проекта, а как координатор. И Иван Иванович параллельно с тем, что он как был начальником отдела, так он начальником отдела остается. С него эти функции никто не снимает. И параллельно с этим он также помогает генеральному директору именно с координацией существующих проектов. Вот это, собственно говоря, будет у нас с вами слабая матрица. Насколько я ответил на ваш вопрос, Аркадий? Добрый день. Спасибо большое за ответ. Я не совсем, наверное, может, корректно задал вопрос. Вот есть организационная структура матрица слабая и есть организационная структура функциональной. Картиночка во втором ряду слева. Вот я просто на саму картинку смотрю, они как бы одинаковые, за исключением того, что там координатор, а здесь везде персонал. Да, у нас с вами координатор, он тоже является персоналом. То есть у него отдельные роли, вот роль руководителя проекта, руководитель проекта занимается только руководством проекта и более ничем. И более ничем. Вот это будет непосредственно его деятельность. А вот у координатора, с него его основную функцию никто не снимал. Вот он как был начальником отдела, так он и руководит этим отделом. Так он занимается своей деятельностью и параллельно с этим, параллельно с этим, он помогает генеральному директору с именно координацией проектами. То есть он как был персоналом, так он персоналом и остается. Но к нему добавляется еще некая роль координатора. Насколько я понял, ответил, полно ответил на ваш вопрос, уважаемый коллега. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Какие есть еще вопросы, уважаемые коллеги? В таком случае, уважаемые коллеги, я Мы с вами непосредственно управление проектами будем более глубоко рассматривать, естественно, на наших курсах по управлению проектами. Я с огромным, я приглашаю вас, естественно, на эти курсы и надеюсь, что, по крайней мере, у вас родилось понимание, что же мы будем понимать под проектной деятельностью и в каких непосредственно структурах операционной деятельности с точки зрения методологии будет развиваться. Какие это у нас будет давать, как положительные моменты, так и отрицательные ограничения. И надеюсь увидеть вас непосредственно на наших курсах по управлению проектами. Спасибо вам большое. Ну и еще один вопрос, который можно посмотреть. Каким образом непосредственно будет построен курс. Мы в ходе курса с вами изначально познакомимся с теми стандартами по управлению проектами, которые есть на данный момент. Далее мы с вами понимаем уже, что мы проекты будем развивать не в неком космосе, не в некой лабораторной деятельности, а в конкретной жизни. Эта жизнь, естественно, будет накладывать определенные ограничения. Мы с вами рассмотрим среду, в которой будет участвоваться наш с вами проект. Рассмотрим различные жизненные циклы проекта, фазы проекта. Ну и непосредственно перейдем к группам процессов. Начнем с групп процессов инициации. Далее мы с вами рассмотрим группу процессов планирования, группу процессов исполнения, мониторинга контроля и закончим группами процессов закрытия. По окончанию курса вы получите непосредственно свидетельство об окончании курса. Ну и также получите сертификаты с присвоением вам баллов ПДЮ, если, естественно, вы сдадите тест по ходу нашего с вами курса. И непосредственно эти баллы вы сможете использовать для того, чтобы получить непосредственно доступ к экзамену, если вы будете собираться сдавать экзамен на соответственной степени. Вот таким образом непосредственно будет построен наш с вами курс, уважаемые мои коллеги. Спасибо. 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 Спасибо.